Друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале Всю Китай. Ну что, сегодня к нам приехал очередной китайский смартфон, а именно Honor 7C. Данное чудо я заказывал за 165 долларов, а вот сейчас его уже продают за 155 баксов. И знаете, смартфон интересный. Ну, во-первых, это Snapdragon 450. Да, у нас здесь не унылый керинчик какой-то там, детский керинчик, а нет. Нормальный, мощный Snapdragon 450. И, возможно, это будет конкурент Xiaomi Redmi 5. Но, возможно, потому что у данного смартфончика уже сразу есть определенные недостатки. Так что, друзья, давайте распакуем и сделаем сравнение. Небольшое сравнение с Redmi 5, с Redmi 5+, конечно же, с большим смартфончиком, и Honor 9 Lite. Так что, давайте, друзья, берем печенюхи, берем чай и давайте смотреть распаковку. Как видите, друзья, мою посылку уже раскрывали, все здесь смотрели. Короче говоря, давайте посмотрим. Надеюсь, смартфон на месте и его никто не забрал. Потому что такие случаи бывают. Вот реально, друзья, у меня очень много смартфонов попросту потерялись. А где они, никто не знает. Очень много смартфонов уже в этом году просто теряются. Итак, хорошо, все здесь, как видите, уже испоганили, то есть никакой защиты нет, воздуха уже нет. Ну, блин, китайцы, конечно, молодцы, запаковали все нормально, но почта, почта. Да, любимая, блин, почта. Ладно, хорошо, открываем. Смартфончик в пленочке, нифига себе, заводика. Вот так вот, друзья, Honor 7C. Все отлично. О, интересно, интересно. Так, в подарок у нас есть силиконовый чехол и переходник. Ну, спасибо, конечно же. Так, интересно, интересно все. Так, в заводской пленке все хорошо. Характеристики, друзья, 6-дюймовый дисплей HD+. И это, наверное, первый минус, потому что для 6-дюймов HD+, ну, маловато. Конечно, все зависит от матрицы, но, как по мне, маловато пленочка. Так, хорошо, давайте все это откроем. Дальше, батарея 3000. Тоже, ну, хотелось бы хотя бы там 3300 или 3500, потому что тоже, да. Snapdragon 450, очень энергоэффективный процессор, но 6 дюймов. Это, блин, 6 дюймов. Итак, хорошо. Все мы здесь открыли. Итак, друзья, вы готовы? Honor 7C. Давай, вываливайся отсюда. Так, хорошо. Пленочка. А, стекло в комплекте. Нифига себе, это вот производителя или же вот продавца. Потому что я знаю, продавцы очень быстро могут нашу пленочку здесь сделать, как бы заводскую. Ладно, это хорошо, приятно. Сам смартфончик я заказывал в синем цвете, потому что, ну, черный как-то не очень уже, надоели. Итак, давайте посмотрим. Так, это в сторонку. Да, блин, офигенный. Офигенный цвет, конечно, очень красивый. Ладненько. У нас здесь и мои. Что у нас в комплекте? Посмотрим, давайте. Скорее всего, все по стандарту. Ничего интересного здесь у нас не будет. Так, вываливайся все отсюда. Ничего. Так, что у нас здесь? Здесь у нас бумажки всякие, даже чехла оригинального нет. У нас здесь блок питания, скорее всего, 5 вольт, 1 ампер. Еще один минус, друзья, 5 вольт, 1 ампер. Это очень смешно. И микро-USB, как бы все, больше ничего здесь нет. Нет, надеюсь, смартфон заряжается 5 вольт, 2 ампера, потому что 1 ампер, это смешно. Это реально смешно. Компания Honor, вы что, издеваетесь? В 2018 году 1 ампер, это смешно. Вы же, блин, не компания Apple. Ладно, хорошо. Так, смотрим на это чудо-чудище. Давайте снимем пленочку. Она нам здесь попросту не нужна, как бы портит просто внешний вид. Итак, вот он, красавчик. Конечно, цвет интересный, очень интересный. Но, к сожалению, сверху и снизу пластиковые вставки, которые отличаются. Немножко отличаются по цвету. И знаете, конструкция у нас, по сути, здесь такая же, как в Redmi 5. Вот он. То есть, у нас задняя крышка, вот пластина из алюминия, а торцы у нас пластиковые. Сверху и снизу вставки тоже пластиковые. То есть, по сути, ну, дизайн, как видите, вот такой вот, да? Размеры. Итак, Redmi 5 и Honor 7C. 6 дюймов и 5,7 дюймов, да? Ну, толщина. Давайте посмотрим. Как-то вот так камера выпирает. Но выпирает она не так сильно, как в Redmi 5. Итак, Honor 9 Lite. Тоже 5,65 дюймовый дисплей. Смотрим. Вот такие вот габариты у нас. Да, большой, конечно, смартфончик. И более-менее похожий по габаритам у нас здесь. Давайте посмотрим. Redmi 5 Plus. Так, но знаете, плюс-минус они одинаковые. Конечно же, Redmi у нас будет потолще. Немножко, потому что батареи у нас побольше. Ну, как-то вот так вот, друзья. Итак, габариты, это, конечно же, хорошо. Хорошо, давайте запустим наш смартфончик. Запускайся, чудище. Батарейка у нас разряжена. Ну, спасибо. Ладно, давайте подзарядим наш смартфончик. Ну что, подзарядил я наш смартфончик. Итак, камера у нас двойная. 13 плюс 2 мегапикселя. Как бы все очень хорошо. Фронталочка только. 1 на 8 мегапикселей. Но у нас есть вспышка, друзья. Итак, у нас здесь есть супер разблокировка по лицу. Итак, мгновенно, ну почти. Итак, нажимаем кнопочку. Итак, тадам! Как видите, работает. Посмотрим, как это все будет работать при плохом освещении. Но сейчас работает как бы сносно. Сканер отпечатков, конечно, не самый быстрый. Шустрый, но в Redmi, мне кажется, будет немножко побыстрее. Но это лишь мои, так сказать, предположения. Первое впечатление, как видите, коробочка у нас, по сути, одинаковая с Honor 9 Lite. По сути, ничего не меняли. Итак, друзья, давайте посмотрим. Дисплей 6-дюймовый. У нас здесь есть сразу защитная пленочка. Вот максимальная яркость, как бы. Все неплохо. Play Market есть. Все у нас здесь есть. Максимальная яркость неплохая. Все как бы хорошо. Давайте сразу минимальную посмотрим. Неплохо, но мне кажется, на Redmi она будет немножко ниже. Но это же Redmi, блин. Что тут сказать? Итак, хорошо. Давайте посмотрим. Система о телефоне. Android 8. Emotion UI тоже 8. Кстати, я подключился к Wi-Fi. И сразу прилетело обновление. И появился Face ID. Разблокировка по лицу. Как бы все хорошо у нас здесь. Обновление, видите. По сути, здесь ничего нового, интересного нет. Итак, звучание давайте послушаем. Вы готовы, друзья? Ну что тут сказать? Обычный бюджетный динамик. Громкость средняя. Явно в Redmi 5 она будет покруче. И погромче, конечно же. Ну что? Первое впечатление. Большой смартфон. Рамки, конечно, большие. Я это прекрасно понимаю, потому что это бюджетный смартфон от компании Honor. И ожидать чего-то сверхкрутого явно не стоит. Будем тестировать и посмотрим, достойный это смартфончик или же нет. Ну что? Сегодня у нас на распаковке был самый доступный смартфон от компании Honor. С Face ID. Который, кстати, блин, работает. С двойной основной камерой. Ну и, конечно же, самый главный плюс. Это процессор. Snapdragon 450. Не какой-то там унылый кирин, а нормальный, мощный, энергоэффективный процессор. И знаете, мне смартфон по первому впечатлению нравится. С одной стороны. И с другой стороны к нему есть вопросы. Ну, во-первых, это дисплей. 6 дюймов и только HD+. Большие рамки по бокам. Ну, такое себе, если честно. Батарея на 3000. Тоже спорный вопрос. Да, я понимаю, это Snapdragon 450. Самый энергоэффективный процессор на данный момент. Но, блин, 6-дюймовый дисплей. Это вам не 5,7 дюймов. Это 6 дюймов. Дофига. Поэтому по автономности тут явно и понятно, что Honor 7C будет хуже, чем Redmi 5. Это и так, блин, понятно. А вот по камерам посмотрим, кто, блин, будет круче. Фронталочка, мне лично кажется, будет лучше на Honor 7C, потому что я сфоткался. И качество довольно-таки неплохое. А вот основные камеры, конечно же, будем сравнивать. Пока что Honor 7C интересная модель. Но, если стоимость упадет до 140-145 баксов, вот тогда это просто крутой смартфон для тех людей, которым не нравится Xiaomi или же Meizu. А пока что, друзья, будем сравнивать, будем обозревать данное чудо. И посмотрим, достойный смартфон получился у компании Honor или же нет. Ссылочка будет в описании. Ну, а с вами был Димон, канал Всю Китай. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok